Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok История этого автомобиля своими корнями уходит в далекий 1990 год, когда с конвейера Ульяновского автозавода сошел герой сегодняшнего фильма – УАЗ-31512, по-простому – Козлик, переживший страну, которая его произвела и которой уже больше 30 лет нет на современных картах. Без малого 33 года колесит 512-й по просторам большой по меркам этого автомобиля страны. Но лишь последние 20 лет без преувеличения можно назвать самыми яркими и запоминающимися. Ведь именно столько этот УАЗик находится под личным присмотром и крылом Николая Минина, знающего его как свои пять пальцев. Я даже и не думал, что я его куплю. Просто попался. Ну как, увидал я человека в Катоне. Был начальником редакции в Катон-Карагай у нас. Я как-то увидал, он возле дома в Катоне жил. УАЗик садился, я подъехал к ветстанции по делам. Ну и подошел к нему. Здравствуйте, здравствуйте, поздоровались, так все. Я говорю, продайте мне вот УАЗик, будете продавать? Он говорит, буду. Просто случайно как-то. Я говорю, у меня денег нету. У меня мед, только за мед. За мед продам. Ну и все. Я и думал, пошутил старик. Однако бывший владелец УАЗа и не думал шутить. Тем более на кону стояло столь вкусное вознаграждение за подержанный автомобиль. К тому же его хозяин планировал сменить место жительства. И старенький УАЗик вместо необходимости превратился скорее в обузу. Но судьба сложилась так, что Николай Георгиевич, который к тому времени уже и забыл о своем предложении, сам того не подозревая, дал этой технике вторую жизнь. Да еще какую. Вот, говорит, УАЗик, я сейчас уеду в Остану, мы кочуем в Остану. Если будешь брать, бери. Я говорю, сколько? Я говорю, только денег нету. Я говорю, сейчас у меня. У меня только мед. Он говорит, 28 фляг меда. А он и не это как-то. Ну есть мед, да есть. Мне его и не жалко. Мне технику надо. Такая дорога, бездорожье. Давайте все, договорились. Вот так и купил за мед. 28 фляг загрузил. Там родственник был его таблетка. Была. Подъезд скорой. Ну и сел. Загрузили мед. 28 фляг. Увезли в Катон Мед. Ему я это сразу с колодок сняли. И с его братом у ВАЗика аккумулятор поставил. Завел. Работает. Ну правда колечки поддымливали. И подсевшие кольца были. Я сколько лет работаю. Я знаю же двигателя. Все сам делаю. Но так. Если руки есть, голова работает. И машина ходить будет. В этом дядя Коля ни на миг не сомневается. Еще в юные годы отец заложил в эти руки и голову хороший стартовый капитал. Который впоследствии превратился в стабильную инвестицию. С которой хоть на край земли. Даже на этом стареньком УАЗе. Я уверен, он хоть до Москвы дойдет. Уверен в 100%. Все новое. Вся ходовая новая. Стойки их называют. Амортизаторы я их зову. Рессоры новые. В круговую. Стойки новые. Амортизаторы. В круговую новые. Диски даже новые, говорю же. Все вкладываю в ее. А вкладывать не будешь в любую технику. Она ходить не будет. Так что я так считаю. Если технику имеешь, надо в нее вкладывать. Я всю жизнь на лесовозе работал. И директора на УАЗике возил. У меня вот в этой машинке ничего плохого нет. Никакого слова даже нет. Если ты за ней ходишь, если ухаживаешь, вкладываешь в нее. Вот сейчас в ней в данный момент, кроме салона, все новое стоит. Двигатели я один год новый купил. Колеса, даже диски вот новые приобрел. Свои в запасе лежат, чтобы сменную резину можно было вставить. Мосты у меня, кулаки вот эти поворотные, передние. В общем, уже шариков нету там, маленьких таких. А есть один шар и полуося вилкой. Это у них из носу нет. Я забыл, когда их глядел-то. Только смазку шприцом пошприцую немного. Хватает ему. Я знаю, сколько, как, что делать. Подшипники, колесо приподниму, люфт в подшипниках проверю. Так сложного здесь ничего. Он простой, как три копейки. Зато он тебя нигде не оставит. Если ты за ним следишь, за ним смотришь, ухаживаешь, как говорится, за ним, он тебя нигде не бросит. Резину хорошую ставь, грязевую зимой, липучку вот эту только вездеходную тоже, с шипами. Это человек такой же понятливый, как говорится. Газулька, да и наш, он идет. Надо куда-то, так не идет. Боком заедешь, так не идет. Вот цепочки подкинь, надень на его. Проходимости своего козлика Николай Георгиевич не сомневается. Уверенность придают и опыт работы на лесовозах ЗИЛ-131, Урал, которую он перенял от отца, и годы жизни на пасеке, вдали от привычных колесной техники асфальта и расчищенных зимников. В те далекие годы, когда еще не было у дяди Коли УАЗика, колесил он по местным дорогам на стареньком Запорожце, ЗАЗ-968М. Многие тогда крутили пальцем у виска при виде того, как Николай Георгиевич проезжает там, где даже нивы застревают. Надо ли говорить о том, куда ему приходилось забираться, когда он сменил старенький ЗАЗ на полноприводный УАЗ, добавив к колесной формуле 4х2 еще одну пару ведущих колес до нескольких сантиметров дорожного просвета. При этом ни в те годы, ни сейчас не было у пасечника из Усть-Язовой современных внедорожных аксессуаров, вроде лебедки и реечного домкрата. Была лишь пара другая цепочек на колеса, топор да лопата, которые и картошку сажали, и машину откапывали при необходимости. Автомобили зарубежного производства, или иномарки, как их еще часто называют, дядя Коля не признает, в шутку называя их шаркушками и полагая, что в глубинках, подобных Усть-Язовой, надежность автомобиля, да и любой техники, измеряется не страной производства, а простотой его конструкции, ремонта и обслуживания. Я на нем и за шишками, и на озера, на рыбалку, где Макар Телят не пас, на нем лажу. Жена со мной как-то ездила, говорит, или, говорит, ненормально, или машину не берегешь. Я говорю, слушай, машина должна ходить, работать. Она должна хозяину хоть какую-то пользу, а что ее толку держать-то? Задницу катать? Зачем она нужна-то? Так вот я считаю. Эти иномарки, я их называю шаркушками, после них дорога гладенькая. Ни камней нет, они все вытолкают на обочину пусом. Я их шаркушками называю. Три метра снега глубиной. Как ты вылезешь на шаркушки? Ну и не выйдешь, она будет у тебя до весны до сухой погоды стоять. Вот сейчас даже сухая погода, ну ты видишь, как мы живем здесь. Посмотри, хоть одна иномарка была здесь. Все боятся, ой, покорябаю, ой, дно, броню, там какая броня жестинка. Вот броня. Вот это машина. А это, вот эту поставил, сетку натянул, семена не лезут. Вот это техника. Не надо мне иномарку. Шаркушка. Это вот я своими руками слепую сделаю. А те, надо на СТО угнать. А на СТО как делают? Я никому сейчас не верю. Деньги заплатил, а как они там, может, просто помазали, помыли и выгнали. А деньги заплатил, как за новую запчасть. Своими руками Николай Георгиевич может отремонтировать не только УАЗик. В хозяйстве у него есть и пара тракторов, и снегоход, и моторная лодка. Если обслуживать всю эту технику на СТО, то, как в народе говорят, без штанов останешься. Да и нет в Усть-Язовой СТО, как, впрочем, и самого поселка. Официально. Станцию техобслуживания дяди Коли заменяет небольшая мастерская, в которой есть все самое необходимое для ремонта и обслуживания техники. Нашлось место даже небольшим металлообрабатывающим станкам. Одним словом, УАЗик в этих краях уж точно не пропадет. Даже мой козлик не остался без внимания, получив из рук мастера приятный бонус в виде отремонтированного стеклоомывателя. Кстати, с последним у дяди Коли связана своя история. Многие ездили со мной, пассажирами, и милиция со мной, ну, и участковый доезжает. Как-то с Кото наехали, белоские участковые, говорит, Николай, довезешь до Печей. Я говорю, да пожалуйста, садись. Он со мной рядом сел, но я однако рассказывал. Машина КамАЗ прошла, и как раз лужа, в лужу залетела меня-то, все стекло все обкатило грязью. Я кнопку нажал, стеклоочетитель включил, омыватель-то работает. Сколько лет машине? Я говорю, 28. У нас в милиции три года машина уже ничего не работает. У тебя 28 лет омыватели работают. В это с трудом верится, но техническому состоянию этого вездехода могут позавидовать даже современные автомобили. Впервые увидев УАЗик дяди Коли, я право подумал, что этот старенький, местами проржавевший внедорожник едва ли заведется, куда уж там ему по горам лазить. Но когда его хозяин повернул ключ в замке зажигания и с полоборота запустил двигатель, я даже рот от удивления открыл, не поверив своим глазам и ушам. Двигатель работал настолько чисто и тихо, что можно было стоя рядом с ним слышать, как поют птицы и шумит бухтарма. Но и это еще не все. Николай Георгиевич предложил познакомиться с окрестностями Усть-Язовой. Согласившись, я и не думал, в какие дебри повезет он меня на своем козлике. Оказалось, что внешность обманчива, и техническое состояние этого старенького УАЗа можно оценить по высшему балу. Сбитый, мягкий, уверенно преодолевающий все возможные препятствия, этот старичок способен на многое. Выходит, что дело не в стране производства, не в дате выпуска. Все куда намного проще. Все дело в каждом из нас. Сейчас как, молодежь, машину купил в этой иномарке, вот у нас многие, в Катоне я знаю их, в городе друзей много. Вот он купил ее, в нее ничего не вкладывает, он с нее выжимает, так сует, груз больше чем надо грузит и везет. Я говорю, куда же ты так перегружаешь-то, зачем? И ни кочка, ни ямы, ни канавы, ничего. Смотришь, там зацепил, там ударился. Я вижу, как относится к машинам. Вот он сейчас с ее выжил, что надо, видит, что уже все с ее брать нечего. Он ее тут же скорее спихнет, тут же два дурака. Один продает, другой покупает. Вот так, мое мнение, мысли мои такие. Этому автомобилю без малого 33 года. В зеркале заднего вида у него тысячи километров пробега по дорогам и бездорожью. Для его хозяина Николая Георгиевича, уаз, на котором он колесит уже больше 20 лет, не просто автомобиль, средство передвижения, но, без преувеличения, рабочая лошадка, которая и фляги с медом таскает, и по горам до рекам возит. Как и любая техника, тем более, из года в год эксплуатируемая в подобных условиях, уаз требует к себе внимания. И на это его хозяин никогда не скупился, хотя, на первый взгляд, если судить по внешнему виду, все выглядит совершенно иначе. Однако, за потрепанной внешностью скрывается технически исправный автомобиль, на котором хоть сейчас можно отправиться в дальнее путешествие, не боясь сломаться где-то в пути. Ведь рядом умелые руки, которые не только руль крутить способны, но и машину обслужить и отремонтировать могут. Это старая школа, которой впору бы поучиться не только современным автовладельцам, для которых автомобиль давно стал обычным средством передвижения и вещью, подчеркивающей социальное положение и статус. Сегодня стало гораздо проще что-то купить, нежели отремонтировать. Современная экономика диктует нам свои правила, которым мы, не задумываясь, подчиняемся. Лишь волны кризисных времен в последнее время, все чаще выкидывающие нас на необитаемый остров, заставляют задуматься над тем, что вкладывать нужно в себя, в свои знания, навыки и опыт, что вкупе с бережливым отношением к технике, да и ко многим другим вещам станет стабильно растущей инвестицией и залогом хорошего благосостояния в любые времена. Субтитры создавал DimaTorzok